Здравствуйте всем уважаемые зрители! Сегодня я хочу сделать обзор на эвакуатор Scania и, соответственно, для него грузики, какие есть у него грузы. Так, давайте, наверное, начну я с самого эвакуатора. Значит, у него одна кабина только, шасси у него несколько, то бишь получается, если вот, ну, видите, получается обычная Scania идет. То бишь вот так вот, да, получается вот первое шасси. Здесь, в принципе, у вас уже все установлено, как видите, да, и скин сбился. Движок, ну, конечно же, самый топовый надо, ну, так бы, тут все уже установлено, какой движок. Коробку сами можете выбрать, какую хотите, вот, любую выбирайте. Салон у меня, ну, получается эксклюзивная отделка V8 просто. Вот можете по своему желанию поставить вот такие вот тут есть салончики, стандартные. Ну, я поставил уже вот такой вот. Соответственно, скин один. То бишь он сразу у вас будет, и все. То бишь, ну, видите, что, как бы, ну, вот так вот. Так, дальше. Дальше переходим теперь, как сказать, к обредикам таким небольшим. Значит, что у нас тут есть? У нас, соответственно, то бишь, пробесковый маячок, то бишь, как бы, ну, можете по желанию, но, как бы, вот, обязательно лучше установить на руку. Ну, как обязательно? Там никто штрафовать не будет, если вы не установите. Просто вот интереса больше придает. Так, дальше у нас всякие тут ступенечки, то бишь, как бы, вот, всякие тут обредики можно делать, как видите, да. То бишь, защита бампера, брызовики, вот, только что были, вот, да, вот, то есть, любые ставите. Вот видите, тут разные они есть. Вот, как видим, да. Вот. Вот, зеркало переднее, то бишь, ну, как бы, обычные кабинные аксессуары дальше идут. То бишь, вот, пожалуйста, кенгурятник можете еще себе поставить, вот, какой-то из этих любых. Вот. Колеса, ну, как бы, колеса тут, что тут у нас по колесам? Колеса у нас, колеса у нас, нет, колеса у нас обычные, как бы, нету никаких своих для эвакуатора. В общем, так, решетка, ну, решетки, вот так, это что, а, понятно, то бишь, видите, да, вот, так, ага, понятно. То бишь, как видите, да, то бишь, ну, вот такой вот небольшой вот набор таких аксессуаров, ну, чтобы можно было его заколкурить. Дальше, внутри. Внутри у нас тоже все идет так, как бы, как по дефолту, то бишь, вот, всякие аксессуары можно положить, флажки вон повешать, всякие, вот, пожалуйста. Просто, вон, видите, да, вот, на сиденье что-то можно положить, сюда что-то можно положить. Здесь, ну, как бы, эмблемы всякие, то бишь, здесь покрывало, матрас, как бы, не положишь. Вот, то есть, дальше шторки, опять же, дефолтные. Вон, DLS одно, грифина. Потом козырьки, ну, как бы, по желанию, вот, и все, козырьок ставите, зеркало переднее убирается. Навигатор, то бишь, вот, видите, вот, слева, вот, видите. Бац, конечно, навигатор тут есть встроенный. Так, ну, в принципе, все, и понятно, да, то бишь, не буду сейчас себе ничего менять, сейчас покупать, потому что я уже его купил. И давайте я сейчас перейду в галерею прицепов и посмотрим, какие у нас тут есть виды груза специально для скани. Значит, есть у нас тут виды для него грузов. Это TNTN и USSR Truck, то бишь, такой вот небольшой пак. А есть в наборе Kirovitz 701, как видим, да, то бишь, вот такой вот. Дальше Крас, загруженный песком, как видите, вот такая модель у него, 256-й. Потом идет старый ZIL 130-й, тоже вот видим, да, то бишь, вот так вот. Потом идет КамАЗ старенький, тоже, видите, какой весь, ух, какой КамАЗик весь ржавый, конечно, со своей платформой. Дальше у нас идет Урал 4320, вот такой вот, тентованный, так тоже вот. А дальше у нас идет Урал полицейский, вот получается, видите, передвижной пост ДПС. То бишь, получается, полицейский Урал. Это уже что-то вот такое вот интересненькое, да. Так, в общем, несколько тут всего лишь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть всего лишь тут видов грузов для эвакуатора. То бишь, можно идей сделать с этими грузами очень много. Давайте, наверное, перейдем к одному из этих грузов. Давайте будем по очереди посмотреть на эти грузы, да, вот. Так, ну что ж, вот первый груз из этого пака будет у нас сегодня Кировец 701. Как видим, вот такая вот моделька этого Кировца. Давайте залезем вовнутрь, блин, какие колеса огромные. Ну, так оно, по сути, есть. Значит, что у нас тут, блин, слон еще, знаете, слон так прикольно еще сделан, слушайте. Не пиксельный. Вообще, смотрите, датчики, как удачно стали, блин, слушайте, вообще здорово. Вот, получается, вот у нас баранка, место водителя, вот у нас, типа, места для пассажиров, да, скажем так. Вот, получается, тут даже, тут даже что, двое человек поместится, да, ну, скорее всего. Датчики, соответственно, да, вот, спидометр, всякие показатели, то бишь, педальки, рычаги, вот, пожалуйста. Крыша у него такая вот, ну, то бишь, желтого цвета Кировец, да, вот, как и должен быть. Вот, получается, блин, какой он огромный-то, а. А весит он 15 тонн, если что, то бишь, вот, ищите в разделах, там, где 15 тонн. Вот и все, из 123-го региона Кировец у нас. То бишь, вот такой вот у нас Кировец. Давайте сейчас заведемся, попробуем. Проедемся сейчас. Видите, вот как едет, видите, да. Ну, то бишь, перевозится, как обычный груз, вот и все. То бишь, перевозится, как обычный груз, вот и все. Видите, вот так он катается туда-сюда, то бишь, ничего сложного в этом нет, вот и все. Вот и все. Так, переходим к следующему грузу из этого пака. Это у нас будет ЗИЛ-130. Значит, вот, ЗИЛ-130 получается. Опять же, видите, как он прицеплен, получается, то бишь, уже спереди. И давайте салон посмотрим, какой у него тут. Получается ЗИЛ-130, боже мой, какой весь ржавый-то, а, слушайте, блин. Вообще, не, прикольный ЗИЛ-лак вообще, бак ржавый весь. Давайте салон посмотрим. Вау, ну салон у нас просто топчик прям. Кожаные сидения, VIP-салон называется. Руль какой-то, посмотрите, блин, тоже кожаный вообще. Зеркала какие-то, смотрите, слушайте, просто топчик. Вообще, просто топ. Педали даже есть, да. Педали есть, педали есть. Что тут у нас еще есть? Ну, вот так вот как-то вот. То бишь, сзади у нас платформа получается. Бортовая, да, но номер даже есть. 78-й регион. А ну, проверим, где у нас номера тут. А, нету номеров? Ну, ладно. Не будем проигрываться к мелочам. Колеса вот такие вот, значит, у этого ЗИЛа. Потом, что у нас тут? О, дифференциал. На раме, в общем, все вот тут держится. Ну, как все ржаво вообще. Рессоры все ржавые. Жесть просто. Карданный вал получается. Тоже весь ржавый. Слушайте, так до движка можем дойти, да? Слушайте, и вправду. Коробка передач, да? Ай, блин, не совсем движок. Думал, тут движок будет. Нет, движка тут не видно. Ну, вот что-то вот, что-то вот разве вот такое вот. Вот, все. Как-то так. Не, ну, колеса вообще просто зачетные. Вон камазик стоит. Следующий он будет на обзоре. В общем, вот такой вот ЗИЛок получается. Давайте вот сейчас проедусь. Заведусь. Так, сяду. Сяду в кабриоле. Так, где-где-где-где-где. И поехали. Поехали. Блин, особо на камеру лучше ездить. Ну, в общем, давайте вот так покажу. Видите, он так вот едет потихоньку. Вот так вот мы едем, получается. Видите? То бишь тоже перевозится, как обычный груз. То бишь тоже может замутить куча РПшек. Так, то бишь не буду сейчас на дорогу выезжать, да, чтобы с трафиком смешиваться. То бишь как бы понятно, да, что ЗИЛок вот такой вот имеет вид. Следующий у нас будет КАМАЗ. Он стоит, кстати. Сейчас буду его обозревать. Так, вот он этот КАМАЗ. Получается... О, смотрите, даже водитель там есть. Да. Слушайте, страшный какой-то салон. Ладно, давайте начнем с внешнего вида. Колеса... Вот, блин, колеса в пикселях получились. Ну, ладно. Ну, как. Ну, как видим, да. Ну, то бишь вот такой вот КАМАЗик тоже весь ржавый. Бак тоже ржавый. Без дырок пока что. Ничего нигде не протекает. Вон, рессоры, пожалуйста. А, кстати, какая-то модель. Это похоже на модель... 5410, наверное, да. Очень так похоже. Блин, этих КАМАЗов... Ну, именно моделей. Их очень много. Не могу ошибаться, наверное, с моделью. Ну, очень похоже на 5410, как по мне. Да, мне кажется, это 5410. Может, написано где-то. Не-не-не, не написано. Слушайте, блин. Вообще, видно, что пытались зачищать от краски. Видно. Так, платформа получается такая. Кстати, платформа что, из стали или что? Из железа какого-то? Да, из железа. Не из дерева. Оно видно сразу. Номера даже есть. 61-й регион. Так, что тут у нас? Дифференциал. Ух ты. А здесь чуть побольше. Рессоры. Ух, как тут все. Блин, называется фильм ужасов. Такое даже в Голливуде не покажут, ребят. Такое только в этой весе можно увидеть. Так, что тут? Ага. А, то бишь все? То бишь мы больше ничего не видим? На, ну, давайте теперь салон посылаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Вправду. Как в Голливуде такое не покажут. Боже, как ты сидишь за ним? О, смотрите, даже дворник поднят. Ничего себе. А где другой дворник? Нету дворника другого. Так, ладно, не будем издеваться. Боже мой, капец. Тут как ужасно. Ху-ху-ху-ху-ху. Да, ну, заброшенный КамАЗ, блин. Нам его нужно отвезти куда-то в Новосибирск. Вот. Получается. Вот такая баранка. Слушайте, даже ручка есть на нем. Ничего себе. Даже баранку держат. Тачки есть, короче. Здесь ничего нету. Я смотрю, педалек никаких нету. Коробки. Вообще ничего нет. Так. Кнопочки всякие. Но опять же, это просто модель, ребят. Вот и все. Это просто модель. Вот и все. Но очень классно сделано, как по мне. Очень прикольно тогда. То бишь, очень так классно смотрится. Что КамАЗ, что ЗИЛ, что... Ну, вообще все вот эти вот виды грузов, которые есть в этом паке. Так, ну что ж. А ну-ка, давайте заведемся. И попробуем проехаться. А, ну то бишь, как у обычного. Да, то бишь. Нормально все. То бишь, нормально все как бы. Да, то бишь, не буду еще скрутить баранкой туда-сюда. Выезжать куда-то не буду. Так, следующий у нас будет на обзоре. Это Урал Ментовский. Ну, Урал ДПСный. Или как он там. Короче, полицейский Урал будет следующий. Так, в общем, вот этот Урал. Передвижной пост ДПС, как написано. Вот, видите. Скинчик такой вот. Так, ну что ж. Давайте посмотрим, что у него тут. Значит, у него есть запасное колесо внедорожное. Боже, какое оно большое. Так, у него сами внедорожные колеса, как видим, да. Что у него тут еще есть? Так, 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 кто? Номера, номера. Какой регион? 78-й регион. Так, ну что в салоне? Ну, в общем, так вот симпотный, скажу, Уральчик. Вот, так вот, с третьего лица, да. Посмотрим, что тут у нас. Вау! Ну, здесь салон уже покруче сделан. Не знаете, внешность бывает обманчиво. Вроде снаружи он красивый. Посмотрите, какой красавец. А внутри... Та-да! Видите? Блин, вообще просто жесть. Ну, ржавчина, конечно, есть. Ну, как бы, ребят, это опять же модель. Был бы мод, то бишь, получается, было бы все красиво. Так, ну здесь хотя бы уже и цвета есть хотя бы, да. То бишь, что-то и живое есть еще. То бишь, еще ездить можно. Ну, тут, понятно, ничего нет. О, давайте посмотрим, что там внутри. Вот такая раскрасочка, да, ментовская. Что тут у нас? Понятно все. Кенгурятник вот такой вот стоит. Слушайте, прикольный колхоз. Покруче, чем у меня. Так, рама, соответственно. Так, что у нас тут? Ну, в принципе, все, как бы, тут, как бы, час в треть. Вот такой вот уральчик, да. Давайте проедемся, попробуем. Так, заводимся. Бежок не справа. Да ладно. О, поехали. Так, как видите, да, вот, пожалуйста. То бишь, то же самое, легко управляется. Вот как у остальных, вот, ЗИЛ, там, да, КАМАЗ. Уральчик. Кстати, следующий будет, опять же, Урал. Только уже не ментовский, а уже другой. Ну, а последний будет Крас, скорее всего. Да, так и будет. Ну, в общем, как видим, да, то бишь, вот такое вот у него управление. То бишь, как бы, легко управляется. Вот, и все. Тоже можно рпшки какие-то мутить. Сколько он весит, кстати? 14 тонн. Ищите там, где 14 тонн. Вот там вот находится этот уральчик. Что-то даже инструкция какая-то. Ну, короче, что-то написано там. Интересно, что. Ну, короче, это будка, скорее всего, да. Ну, будка, скорее всего. Это и будка есть. Только вот что там. Наверное, решетки, да. Ну, для перевозки зэков каких-то, может быть. Я не знаю. Ну, очень похоже. Очень похоже. Вот и все. Перевозят зэков там, вот и все. Так что такие вот. Так, следующий будет у нас Урал 4320. Так что давайте будем его обозревать сейчас. Так, ну что ж. Вот этот Урал 4320 сейчас свободной камерой. Давайте полетим к нему. Вот этот Урал, короче. Опять мужик сидит. Так, давайте пока посмотрим внешний вид у него, да. Ну, как бы вот такие, опять же, внедорожные колеса. Опять запасное колесо у него. Вот такой у него тент, да. Получается платформа. Ну, короче, колонна, да. То бишь, ваяков перевозит. Вот и все. Ну, либо каких-то других людей. Регион у нас 150. Блин, номер немного криво. Кто-то был голодный, наверное, да. Ё-моё, как же так можно, а. Ладно. 150 какой-то там. Там цифра, может, увидим. 155-й, что ли. Или третий. Не, очень похоже на цифру 5, да. Не, не 5. Что-то другое. А, 9, наверное. 159-й регион, ребят, скорее всего. Такая цифра свойственная. Так, что у нас тут внутри? Под, 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 под Уралом, да. Рессоры. Блин, как они аппетитно смотрятся, да. Так, давайте в салончик. Ой, что-то в салон. А, этот бежок был, господи. О, кстати, здесь салон тоже, посмотрите, прикольно так сделан, да. Тоже еще живое что-то, да. Видите, цифры, цифры, не цифры, а цвета еще есть какие-то там осталось. Ржавчина есть, конечно, вот. Как видим, да. Ну, пол весь ржавый. Тут тоже какая-то инструкция есть, получается. Ну, слушайте, я бы покатался, если бы был мод, я бы покатался бы на нем. Вместо этого мужика бы сел и катался. Зеркала тоже есть, кстати, а как тут оно? Не, ничего не отображает. Ну, это, в принципе, модель, ребят, просто модель. Был бы мод, все бы было не так. А, ну, да, 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 159-й регион. Видите, а там номер откушенный какой-то. Ну, кто-то был, скорее всего, голодный. Ну, это все. Так, ну, в принципе, вот такой вот уральчик, да, то бишь, как бы, что его еще показывает. То бишь, тоже переводится как обычный груз, тоже можно рпши кучу с ним замутить. Поэтому, ребят, ссылочка, если что, будет в описании на мод, как всегда. Так что, такие вот дела. Так, следующий у нас будет, это КРАС, последняя на этом, в этом видео, последняя модель. Как бы, вот, последний вид груза из этого пака. Так что, смотрим. Так, ну, что ж, вот этот укразик, получается. Эта модель у нас какая? 256Б. То бишь, сколько он вешает? Весит 24 тонны. То бишь, ищите 24 тонны. Это тут грузик, получается. Так, ну, что ж, давайте смотрим внешний вид. Конечно, внешний вид у него вот красивен. Учитывая то, что... Почему 24 тонны? Потому что тут песок, видите, вот. Песок у него нагруженный, как бы, на весь, на всю телегу. Вот, весь кузов погруженный. Брызовики у него стальные, да, вроде. Охрен его знает. Ржавые все. Наверное, не знаю. Но бак у него, посмотрите, как новенький. Вообще, машинка вроде как бы новенькая, да. Сломалась, наверное, перегрузили или что-то, или заглохла, или что-то. Не знаю. Сломалась, короче, нужно отвезти куда-то. Так, тут тоже рессоры есть всякие. Кстати, из какого региона? Опять, 159-й регион. Так, что у нас тут? Понятно все. Рессоры опять. Неудивительно, да. Так, это у нас... Опа, на движок, что ли? Тише, тише. Ух ты, ребят, слушайте, прикольно вообще. Смотрите, блин. Ё-моё. Да тут целая система прям. Слушайте. Радиатор вообще, класс. Ребят, новый механик-симулятор, да, вот, пожалуйста. В ЕТЕСе. Встречайте. Вообще прикольно. Так, ух ты, боже мой, что это такое с этим? А, так надо, типа, да? Какие-то, что-то непонятное. Какие-то иероглифы или что это такое? Шифр какой-то. Инструкция. О, предупреждение какое-то, видите, тоже вот есть. Так. Мужик опять сидит. Ты задрал. Ты опять сидел на Камазике, за Камазиком сидел. За Ураликом сидел, да, вроде. Или зачем там сидел, уже не помню. Датчики, как видите, ну, то бишь, тоже живой Урал. О, как раз. Живой Урал, как бы, то бишь, еще поедет куда-то. Коробка есть, по крайней мере, да, рычаг. Педали есть, как бы, то бишь, работает еще, как раз. Смотрите, дворники даже есть. Слушайте, просто заглох и все просто. Зеркало даже чистое. Вообще обалденно, слушайте. Класс. А ну, интересно, как он его повезет. Так, заводимся. А не, нормально повез. Ну, 24 тонны, как бы, 730 лошадей. Что это такое? Ой. А, ну, я не видел просто. А, здесь коллизия. Понятно. А что такие вот дела, ребята? В общем, давайте, наверное, буду на этом заканчивать. А то гайдик немножко затянулся. Ну, как бы, тут 6 видов этих грузов в этом паке. Я что, виноват? Ну, они очень классные. Оно того стоит. То бишь, и Кразики есть, Камазики есть, Зил есть. Два Урала есть. И еще и Кировец придает. Что бишь, вообще просто круто. Поэтому, ребят, стоит качать и стоит перевести. Вот, кто хочет, как бы, качайте. Ссылочка будет в описании обязательно. Я оставлю. Оставил. Поэтому, ребят, давайте всем тогда пожелаю счастья, здоровья, удачи. Кому понравилось видео, ставим лайк. Подписываемся на канал, кто на вики на канале. Ну, будет, ну, очень интересно. Ну, как, ну, очень интересно. Будут, конечно же, обзоры, гайды, если хотите, чтобы я делал гайды. Пишите в комментариях, там, плюсики или, там, давай гайды, давай гайды, или хочу гайды. Ну, в общем, пишите, вот, вот и все. Потому что, ребят, давайте всем счастья, здоровья, удачи и пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok